Заседание провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Говоря об итогах уходящего года, глава региона отметил, что вопреки глобальным трудностям в области добились главного. Выполнили все социальные обязательства перед жителями. В их числе принципиально новые меры поддержки для семей мобилизованных граждан и добровольцев. В целом мы реализовали все намеченные планы по строительству и ремонту дорог, объектов ЖКХ, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилищному строительству, в том числе благодаря участию в национальных проектах. Этого невозможно было бы достичь без оперативной масштабной перестройки экономической политики региона в связи с влиянием антироссийских санкций. В выходные Алексей Русских работал в ДНР и ЛНР, встретился с гражданскими добровольцами, проконтролировал ход восстановительных работ в Мариуполе и Лутугинском районе. Работы ведутся неплохо. Я проинспектировал качество, кровельные работы, тепловой контур, подведение, теплоснабжение. В общем-то, все делаем довольно-таки качественно. Качественные местные жители нам благодарны. На штабе по комплексному развитию региона подвели итоги работы по повышению заработных плат. Большая работа в этом направлении была проделана органами исполнительной власти и муниципальными образованиями. Удалось заключить более трех тысяч соглашений о повышении заработных плат ульяновцам. Более тысячи в 2022 году. Охват сотрудников, которые должны почувствовать на себе изменение уровня оплаты труда, составляет порядка 100 тысяч человек в Ульяновской области. На сегодняшний день, за 9 месяцев текущего года, по данным официальной статистики, средняя заработная плата в Ульяновской области сформировалась на уровне 39,5 тысяч рублей. Наибольшие темпы роста заработной платы по итогам текущего года показывают сельское хозяйство, строительство и ряд других отраслей. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Ульяновской области за год отремонтировали 39 участков дорог протяженностью 108,5 километров. Кроме того, в рамках нацпроекта проведены нормативное состояние пять мостовых сооружений общей протяженностью 173 погонных метра. Это мосты в Теренгульском районе, Сингелеевском, Сурском, Меликевском и ремонт путепровода через железную дорогу в Новосипасском районе нашей области. Не обошли стороной и ход отопительного сезона. Во второй половине декабря в учреждениях соцсферы и в домах ульяновцев было тепло. С 15 по 25 декабря на объектах ЖКХ зарегистрировали 85 инцидентов в 16 районах. Последствия 72 аварий устранили в нормативные сроки. Основными причинами возникновения инцидентов на сетях теплоснабжения, водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения явились порывы трубпроводов вследствие физического износа трубпроводов. В Ульяновске почти завершился ремонт улицы Федерации. На этой неделе планируется провести торжественные открытия. После ремонта 60% улицы составляет тротуар. Осталось отремонтировать фасады домов. Эта работа продолжится весной. На заседании обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавируса. За неделю в области выявили 196 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших в городе Ульяновске. Жителям региона советуют прививаться и беречь себя. Не обошлись стороной двогодние каникулы. Длительные праздники должны пройти в области спокойно и безопасно.